Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и это начало очередного FFA сериала в Seedmers Civilization 5. В этот раз я буду играть за монголов. Но прежде чем перейти к игре, я прошу вас проголосовать. На моём сайте проходит опрос стрим какой игры в моём исполнении вы бы точно посмотрели. Ссылка либо в описании, либо прямо сейчас появляется в верхнем правом углу. Кликайте, переходите и голосуйте. А то, понимаешь, 50 тысяч просвотров в день, больше 80 тысяч подписчиков, а проголосовало меньше тысячи. А, нет, вру, посмотрел уже чуть больше тысячи, но тем не менее всё равно мало. Это ваш шанс повлиять на политику канала. В отличие от выборов в наших странах, ваш голос точно учитывается. Ну а если вдруг нету тех игр, которые вам симпатичны, и стрим какой вы хотели посмотреть в моём исполнении, то пишите их в комментариях. На комментарии я тоже обращаю внимание. В комментариях, естественно, к голосованию, а не тут к этому видео. Ну а сейчас перехожу к FFA. Не часто мне выпадают монголы. Приятного вам просмотра. Хм, какое интересное место для монголы. Хм, блин. Ну на море, я бы не сказал, что тут офигенное место. Я бы, честно говоря, пошёл бы вот под это озеро, поставил под горой. О, вон ещё одна гора. Ну я следующим ходом, наверное, прыгну вот на этот холм. Ещё гляну. Чё там интересного. Так, смотрим, что тут. Проблема этого места, что у меня вначале не особо много еды будет. Ну точнее как, две еды есть. Я, наверное, сюда прыгну. Просто гляну. Ну то есть я всё равно ход потрачу, чтобы сюда становиться. Да, но надо тут. Или на холме. Слушайте, давайте на холме ещё ход потрачу. Тут леса дофига, еда есть всё равно. То есть она просто еда. Да, и проблема мне сейчас вот отсюда дуболомом уходить нельзя. Потому что тут может появиться варвар и забрать. И забрать меня. Да, не смогу построить ГЭС. Но это единственная проблема этого места. Всё остальное, как бы вот это озеро считается пресной водой. Под горой стою. Нормально. Нормально. Меня место вполне удовлетворяет. Там можно ещё какой-нибудь город поставить. Так, сразу скаута. А я вижу столицу ассирийца уже за горами. Круто. Офигеть. Так, давайте лошадей. А ты далеко. Ну типа как далеко. Да нет, ты близко со мной? Что-то хз. Ты за горами просто. Ну я там могу второй город поставить, понимаете? Какая разница? Видишь? Не помешает. Я не... То есть это не такое морское место, ради которого стоит оставаться здесь. Блин, не вовремя. Я, кстати, не смогу откатить, потому что он у меня не ходит. Но сначала он должен выйти. Так, выхожу. В любом случае мне это не... Блин, дали... Как его... Дали население рановато. Ну, хотя это всегда приятно. Так, пойду сюда, потому что тут можно бегать на две клетки. Дуболом. Это ты, Фил, да, Гопри? Да. Тут все как-то... Ну, мы с тобой очень близко. От столицы до столицы пять клеток всего. Преклазно. Ну, хз. Ну что, у тебя есть места, куда слить? Я еще... Я не разведывал, я просто тебя только нашел. Ну... Ну, просто между нами тут три клетки прохода между... Я к тебе не пойду, и ты ко мне не идешь, если только на таких условиях. Ну, давай. Я к тебе вообще не собираюсь. Ну, и все, я к тебе не иду. Я ухожу. Так вы, может, на разных картах кто-то вообще играете? Друг дружки не ходят такие вообще. Как раз заберу. Не, ну у нас как бы столица рядом, но они через город. О, блин, че это началось, англичанин? Мои руинки-то-то че? Красивые, жители находят. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Бежим. Ну, че, нормально, монголы рядом с англичанами. Выносить его кешики на этих... Выносить его кешики на этих... О, а серийц, у тебя, кстати, соль в столице. Да, я тоже это сейчас только увидел. У меня, оказывается, там третьим радиусом и все-все. Да? Где-то там англичанин. Кстати, твой третий радиус прикасается с моим третьим радиусом. Такое. Ну, типа, у нас граница там проходит. А ты так и появился или ходил? Да, так и появился. Вот, то есть, под солью видишь равнины? Нет, только в соль здесь, да, шоу. А там две равнины, это уже моя третья клетка. Так-то, конечно, можно через волю ставить какой-нибудь сюда город и пытаться англичанина кешиками. Правда, еще англичанин, а... О, еще руины. Блин, какие тут леса сплошные, трындец. Тут вот это поле для моих кешиков, конечно. Ну, значит, это я к тебе пришел. Я все-таки две клетки сдвинулся. Что-то пантеон принял. Он промелькнул очень быстро. Технология, отлично. Блин, а я ее исследовал, что ли? А, нет, я исследовал. Так, отлично, лошадей исследовал. О, лошади есть. Йо-йо-йо-йо-йо. Этих лошадей надо тупо купить. Мало ли, что там Брюссель себе задумает. Так, вырубку леса. Блин, сколько тут леса все-таки. Блин, англичанин где-то там. Вот это вот вся территория интересна. Неужели мне? Вот тут лошадей. О, ты, получается, выкупил соль или она у тебя сама присоединилась? Ну, я выкупил клетку перец солью, а эту сама присоединилась. Эфиоп. Эфиоп, здорово. 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 с в 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 Снизу. Снизу. Ну да, это... 65 золота. Отлично. Че, умру? Ну, Руину возьму. Умри. Так у меня нет выбора все равно. Зато, надеюсь, Руина ему ура. Жители, мне еще одного, пожалуйста. Что у него уже? Ну, три жителя. Хотя, кстати, тоже жители взял. Блин, кажется, выжил. Везучая. Ну, я, пожалуй... Ну, это просто фаст-клик у человека больше, к сожалению. Пойду искать его города. По идее, его должен варвар убить. Так. Ого. Ого. Такое чудное. Фиг знает. Далеко где-то англичанин. Поиграю в развитие. Он явно где-то вот тут сверху. Проход хреновый. Я вот тут город поставлю. Неплохой будет. Вот сюда. Так. Надо у Брюсселя, видимо, рабочего спереть. О, Панама. Тут вот третий город, например. Неплохой будет. Ну, лошади у меня есть. 8, 12, 16. Ну, ГГшка. Ну, это не мои, к сожалению, будут лошади. Это, видимо, ГГшка себя заберет. Так. Где же тут англичанин? Ну, привет, англичанин. Здорово. Что-то там эфиопсия столичку отъедаешь, да? 12 еды. Это круто. Ты пантеон взял на еду, что ли? Нет. Нет, не брал. А, ты на культуру от джунглей? То есть у тебя там бананов куча? Ясно. Все понятно. Один банан. Ладно, два. Ну, значит, кто там? Олени, что там еще? Пшеница. 13 еды, как бы, круто. Нет. Это не мой пантеон. О, Калумпур я первый нашел. Нет, так никто и не брал пантеон на еду. Нет, у меня оленей нет, мне всего этого понадобится. Жалко, под горой у меня только столица будет. Блин, а где же англичанин? А, вот он. Ну, ему в мою сторону селится. Хотя он захочет вот сюда город поставить, кстати. Сколько здесь лесов угрюсели, просто жесть. А вот и рабочий. Так, возвращаемся дуболомом. А вы близко, да, с Брюсселью все? Ну, только я. Я думаю, еще англичанин. Я конкретно с ним граничу просто. Че, Шур, как мы живем с тобой в мире же, правильно? Ну да. Я ни на че дальше эти горы вообще не... А мы второй город, мы не че-нибудь уже поставили. Ну ладно, сам драл. Все, у меня выкупилось дальше горы. Так, типа, ничего страшного, товарищ Раис. Ну да. Все, на третьих он не буду поставить. Мне вечером не надо, я тут за границей живу и все. В традицию пошел. Железо у меня есть. Железо у меня есть. Железо у меня есть. Железо у меня есть. Ну вот тут варвары как окружают Servais у меня есть, неприличного англичанина смотрите пшеница лошади железо он и и не ходил никуда первым ходом все у него под боком прям зрению с моим стартом антикс эти появился вот тут так не забываем переключать с этим у меня проблемы так а у тебя тут войны никого нет ступа их правее расчистить правее тебя но он между нами между мной это будет правее там лагерь есть война час поселок я попозже пойду за защищу эти ады так и бегут на акции не приходится уходить я думал будет промоушену скаута побыстрее в лесах это конечно что-то тут хорошее место ну я вообще-то три хода шоу на самом деле ну тут очень сильно густая растительность между нами ну да да ну радуйся возможно это тебя спасет от тебя с другой стороны у нас и между мной и англичанином густая растительность блин блин как метод окружают не пройти ну копье мне поможет не знаю мне рекомендуют но я считаю что вот тут надо ставить тогда я дотянусь до железа благовония еще одного железа то есть тут честно бред русский время струить в полном и подмешка ну да и он ты там уже всех что ли встретил да нет только четырех уточни до 4 мудакой одного не встретил походу где-то в самом центре что ли я скажу тебя так мы с тобой оба центре я точно не в центре за мной море смысле с тобой ниже или как вот акашула туда вверх море слева же русский прибежал то есть с тобой дети наверху кстати я могу вот тут третий городом захватить панаму блин убьет моего скаута так узкого кстати караванчиком не подпускать вот какие варианты вот чувак чисто кликает быстрее наверно классно так играть постою в защите пока так узким и надеюсь побольше книгу спам маркета до монголия ты думаешь ли оси сюда конечно шути возражения какие-то не переживай монголия со мной воюет так что если чай это моего я могу поселить дадили сам а ты собираешься подселить мне под столицу реально как ты не можешь не пережать эти гривенки тут как бы понимаешь он между мной тобой находится со мной возьми там четыре лошади типа или сайку я надо забирать ненкин так что я тебя советую брать сразу громки много просто да 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 и промки и лошади типа на краске не ну нет не на краске ладно полна самом деле на хоман я вижу молодежи с да да куда нибудь идеально так а чего вы воюете чего серьезно я реально решил меня подселять реально то есть я больше не куда поселить да мне некуда селиться выше выше ашуры слева русский я не знаю кого там город ставить лучше подмогула конечно и пора ну не на монгола прям ништя на лицо прям не ставлю не подвожу коллеги давай выключи единственного соперника англичанина который на море все свои города сейчас ставит давай правда ставлю все на море у меня один на море город йорк ага лондон лондон тоже да 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 ладно лондон еще на но какие предложения наравнили что ли ставить город даже смешно а так тут можешь еще вдруг каракорум получишь нет он не нужен насчет каракорума хз ну там такие леса и лошади считается слишком как-то жирно будет с лесопилок промки будет слишком узким погнали лагерь расчет можешь забирать какой лагерь вот как вы красный пострелял три то есть мне пожалуй надо ставить где вот собираем скаут на самом деле я кстати еще не знаю англии успели летом поставить мышцы тоже раз поселка видео расчет посела 26 ход в какой-то врача цивили шутишь шевар угры то в принципе сейчас варвар прыгнет считать им мой рабочий захвачен ну что это столица твоя где красители и олени да это колени в третьем радиусе так ну да мой третий радиус даже с ними соприкасаться не будет какой третий радиус но от города который я поставлю так ты не на реке что ли собираешься ставить мнение на реке а где ну ливе реки со своей страны ну так давай может как так сделаю чтобы ты свой город поставил я свой поставил куда ты хочешь поставить на реке под гору на нем нет там и там нельзя поставить там грешка сверх куда ты хочешь ну ниже рядом с границами своей столицы на реке до на реке до на реке эх 6 циви можно метки ставить чтобы было понятно куда но я так понял на холм от брюсселя наверх от река лес ромни на холмы на холм никуда вам где тут холм рядом с рекой ну так вот между оленями и красителями где-нибудь вот тут на реке понимаешь варвар не в тему не тут так что мне войну тебе объявлять опа с двумя воюем или мы договоримся или мы договоримся где ты поставишь ну я бы хотел вот на холме по бизонами постановить не влезем а может и между этими двумя холмами поставить на равнину что да не то ниже тогда на холм но ниже пожалуйста ниже тогда влезем ван так мне надо сюда видимо ставить как я и хотел здесь ты чё там лучников разведаешь паскал вот там 19 производства ну русский очень у кого все может быть ну круто у него и армия 21 к так что нам дальше надо пожалуй нужен календарь а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нет математика Англичанин в математике Блин, мне бы, кстати, конюшню Субтитры сделал DimaTorzok Да Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так он нам не запрещено Субтитры сделал DimaTorzok 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 Немножко прокачаю Скаута Так, кто-то Мартимиду построил Непонятно О, Панама Хочет Этот лагерь Проблема еще Что у меня Только два ресурса роскоши Видите Красители И может быть В третьем радиусе Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну Ну да Ну так против длиннолуков Нормально То есть Кешики вообще не берутся Да во внимание В смысле Говорю Против длиннолуков Так луки не атаковали Не нападали на тебя Ну То есть Каков аргумент будет Нападение Агрессивного От монгола Чтобы Англии Не было на карте Какой Ну вот видишь И то есть Тебе круто будет Эфиопа с этим Я не знаю Что это за харер На самом деле Он очень слабоват Из того что я вижу Чтобы Получил мои города Монгол Я так не думаю Да как и всем остальным На карте Собственно говоря Я думаю Всем остальным на карте Тоже Англия Не очень радостно Будет На море Чтобы монгола Соседом не было Ну вот видишь И он тебе достался И все очень рады По этому поводу Я не переживаю вообще В общем У меня Такая же проблема Как в игре с Сиамом К сожалению Получаюсь У Сиама Офигенное место И у Англии Сейчас Развитие Ну Не знаю Может надо было В волю идти Но тут Не выглядит так Что Канды легко пробиться Честно говоря Пойду вот этот Лагерь Бомбить Раз Куала-Лумпур просит У него Хорошие места И с производством Он Быстро Сориентировался Начал Отъедать Свои города И Пробраться К нему Даже Через волю Не очень Угу Там Там Уже Луг Я Не знаю То есть Оставаться Не на месте Столицы Где и появлялся Фиговое место Это Идти Волю Я не могу К англичанину Пробраться Через эти горы Я Я боюсь Он раньше В длину Выйдет Просто Скоро Религия Ну Не знаю По идее Скоро Я просто На нее Тоже Надеюсь Думаю Ты мне ее тоже Принесешь Конечно Конечно На плюс Один из почитателей Так что Я за тебя Болею Чтоб ты взял там Побыстрее Ну Не знаю О О Я думаю Англичанин захочет Этого рабочего Спереть Надо будет Его перехватить А вы там Англии очень близко Да с ним? Ну Не очень Но Я скажу Ты ближе Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Клеток Между нашими столицами Мне Игры Все ближе С учетом Турфана Ну а ты свой Йорк не учитываешь? Ну так это же не столица Он к тебе не особо Ну так я тебе про столицы говорю А что с Турфаном? Так с учетом Йорка тогда я к тебе ближе Возможно 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 Ну что там? Захватывает он рабочего или нет? Хм Хм Ага Ну теперь он видимо не будет его захватывать Типа я ему тут мешаюсь Ага Ну теперь он видимо не будет его захватывать Типа я ему тут мешаюсь Ух ты ж, интересно будет обстреливать. Да, отлично. Русский, а ты видел свою соль? Кого? Соль свою. Да, видел. Одна соль. В четвертом радиусе, в пятом даже. Надеюсь его варвары убьют здесь. Слушай, а ты чё там наверху конец карты уже что ли? Угу. А блин, я думал там кого-то найти ещё. Направо иди. Вот. Вот. Продолжение следует... О, к сожалению, сейчас встанет сюда. Да, тут варвары убили. Класс. Я хочу быть уверенным, что тут нет юнита. Ну, что поделать. Разграбит меня сейчас. Витячие сады. Англичанин строит. Будет отъедаться. На всякий случай американец. Англичанин висячие сады строит. Ну, это было ожидаемо, если бы математику так рано вышел. Не хочет мне дать этот лагерь забрать. Насколько я помню, фанат висячий, он в каждой день строит... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Неужели силу не хватает одного хода, блин? Двадцать три, пятнадцать, да, двенадцать, не хватит мне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я тебе все еще предлагаю развязывать военные действия и готовиться к нападению Турфана. Я здесь со своей стороны заберу у него Нижний город и потом на столицу вдвоем. Я тебе столицу готов буду отдать, если ты заберешь Турфан, на столицу мы вдвоем пойдем. Как смотришь на это? Ты же понимаешь, Эфиоп, что это все выгодно англичанину, чтобы у него не было соседа агрессивного под боком? Ну, так, я скажу, что я не нападал лично на... Ну и что? Монгола. Я тебе объявил войну, чтобы твой скаут не прошел. Ну, я все равно им прошел. Ну, и что? Ты все равно им прошел, и что? Ну вот, теперь ты имеешь врага. Блин, отлично. Не очень. Эфиоп сам может решить, что ему выгодно. Как мне кажется. Ну, для этого и связь-то есть, чтобы я ему поставил на путь верный. Я думаю, для этого Дискорд и нужен. Так. Так. Субтитры создал DimaTorzok. Да я не боюсь, думаю. Ну смотри, Эфиоп, просто единственный сосед англичанина только я. Вот и все. Если вы развязываете войну, то ты ему сделать уже ничего не можешь. А я могу с ним сделать что-то. Нападать мне на тебя... Ну да. Нападать на тебя мне нет смысла никакого, честно говоря, в принципе. А я вижу, какие города у англичанина, как он развиваться будет. У него будет очень все хорошо. Очень. А вот с Лешей тут согласен. Ну я догадываюсь, я догадываюсь. Ну вы там просто Англия и Монголы, они друг друга стоят. Вот и пускай и сами друг с другом разбираются. Да, чего лезть и все. Блин, а Сириса, ты че думаешь? Думаю, тебе не стоит никому помогать. У меня, конечно, ваших мест там нет. Смотри, ты понимаешь, если Монгол на меня пойдет, то ты будешь прям сразу следующий, потому что нужный столь лист с тобой вот в шесть клеток между ними. Ну да. Он если меня заберет, не кеша, да он просто от бананов добежит, дашь. А зачем он тебя будет забирать? Я думаю, он с Англией будет воевать. Да, тем более, что у нас уникальные юниты в одно время. Может, я с ним договориться? Хотя, не знаю, это, наверное, нельзя, что, типа, ты не помогаешь, не бьешь ему в спину, он за это на океанах кешка. Он не бьет что-то и по тому. Да нет, да, это просто логично, как бы, все. Вот даже представь себе, предположим, я такой выхожу в кешек и иду на тебя. И в это время англичанин либо нападает на меня с другой стороны, что может вполне захватить и ему в плюс. Либо, наоборот, усидит развивается, что тоже ему очень в плюс с его морскими караванами и с его офигенным местом. Так спрашивается, в чем мне плюс нападать на тебя? Да, это, конечно, логично. Я вижу всего по кучу джунглей, города под горой, думаю, у меня нормально. Да, в смысле, города под горой, у меня одна, два так и стало, и Тань, я не знаю, у меня еды нет. В смысле, еды нет, вокруг озера-то. Ну, так я что, джунглей буду вокруг озера рубить, что ли? Ну, джунгли тоже едать. Такое, не четыре же. Ну, ты просто мое не видел, а у меня вообще одни вполне. Да, понимаю, я вижу, вижу, у тебя холм там было. Это, конечно, человек. А русский вообще где слева от нас стоит или как? Странно, а почему мне шелк не обработал еще что ли? Прикол. Так, мне еще нужно конюшню тут. Субтитры сделал DimaTorzok Играйте в умные игры. На этом пока все. Продолжение, надеюсь, появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халец, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен. И это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.